Если ты следишь за новинками в мире смартфонов и хочешь первым узнавать, что в тренде и где купить эти смартфоны по выгодной цене, подпишись на канал Алиэкспрессия. Вас ждут новости, распаковки, обзоры и презентации всех новинок и многое другое. Только на канале Алиэкспрессия. Подпишись. Ссылку я оставил в описании. Пау! Биг кис фром Румания. Ага, ага. Ну что, если хотите... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Удивил, 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 удивил. Ну ладно тебе. Брат, я тебя рад видеть. Я тебя рад видеть и рад слышать тебя. И видеть... Блин, ты так классный... Блин, ты такой позитивный, братан. Джига, сколько лет скажи мне? Джига, сколько лет? Честно скажу, помню, 2014 год, 6 лет, Тим, 6 лет мы с тобой не виделись нормально, вот так вот на позитивные улыбки. Потому что, блин, ну мы такие, мы братья, знаешь, что ты старший брат все-таки. Ты же все-таки старший брат, да? Джига. Но, Тим, я хочу обратиться ко всем, друзья. Мы действительно с Тимом не общались очень долго. Причем у нас не было до этого никаких ссор, ничего вообще не происходило в нашей жизни плохого. Несмотря на то, что я перестал курить кальяны, правда. Ты куришь кальян? Блин. Да, вот. Мы не общались. Мы не общались. И вот этот эфир, друзья, на самом деле, это что-то историческое. Как говорил один, как говорил. Не, на самом деле, на самом деле, это историческая херня. Джига, скажи мне, скажи нам всем, кто нас сейчас слушает, как ты, Джига, как ты? Я абсолютно в шикарном настроении. У меня все хорошо. Я выписался недавно из больнички. Чем мы тебя и поздравляем. Да, и я хочу тебе сказать спасибо при всех, при всех людях. Потому что, друзья, у меня на самом деле сорвало кукушку. Я не буду там что-то рассказывать. И как я буду говорить правду, Тим, ты не против, если я в твоем эфире правду скажу? Конечно, говори. Я, у меня сорвало кукушку, друзья. Я всегда, вы знаете, что спорт, Джига, это как, ну, это, я и есть спорт, на самом деле. Но случилась в моей жизни такая ситуация. Я стал курить, курить кальян, курить траву. И, знаете, вот так вот. Был здесь, я так потихонечку, потихонечку, потихонечку наклонялся чуть-чуть. А потом, попав в Майами, друзья, Майами это город, где все возможно. Любая иллюзия вот так за секунду исполняется. Я курил, курил. И просто в моменте вместо косяка, вместо косяка травы обычной, майхуаны. Тебе стали что-то туда сыпать. Да, братан, так и есть. Так и есть. И после этого, ну, вы знаете, люди не возвращаются. И Тим, у нас есть очень много хороших знакомых. Мне просто очень хочется рассказать эту правду. И у нас есть там наш друг, товарищ Эрик, брат наш. И Эрик, как и все так застался, она говорит, ты знаешь что, Джика, мне настолько страшно, что даже Тиману страшно стало. Даже Тим позвонил мне и сказал, что, блин, давайте спасать Джику. Потому что по моим глазам вы поняли, что, Тим, что реально я не просто, блин, занимаюсь... Я тебе скажу больше, в каком моменте я понял точку невозврата. Было шикарное видео, которое вот наш братан Диджей Мэг, он точно сейчас смотрит эфир, я знаю. Где ты едешь на джетский на остров, швыряешь кокос, куда ты бежишь, Джига. Ты видел это видео, да? Я не только видел это видео, это было первое видео, посмотрев которое, я отправил его Мэгу, я отправил его Филчанскому, я отправил пацалам. Я говорю, у Джиги там что-то происходит серьезное. У Джиги там происходит что-то серьезное. Ну, Джига, расскажи всем, что за обелиск, что за обелиск стоит на острове в Майами, к которому ты ездил, Джига? Этот вопрос не давал нам покой. Слушай, это памятник... Я честно не загуглил, но это латино-гейнг какой-то там, ну латинская тема, которая... Этот остров, он там собирается все... Все там семьи, все загорают, купаются. Маленький островочек, и там вот этот монумент... Он так и называется, Монумент Айленд. Джига, я когда посмотрел это видео, потом посмотрел видео, как ты берешь гнилок, кокос, швыряешь его, запихиваешь в джет, и потом медленно на рапиде, шесть минут в рапиде капают капли, и со спины оператор снимает твой мокрый жилет. Я понял, что происходит полный... Я пообещал, что я не буду ругаться матом в эфире, и вообще больше не буду ругаться матом в эфире, но такой полный... Пипец, да. Я позвонил Эрику, я позвонил всем пацанам, которые... А ты готов услышать вообще вот версию всего этого видео? Короче, я когда-то в одном где-то интервью или в гугле увидел такую форму, что кубинцы, когда ногами ступают на землю американскую, доплывая сами на берег... А, кстати, нет, это мы обсуждали с братом твоим родным, с Темой, и им дают гражданство, понял? Джига, расскажи, какая аллегория, какой смысл ты вложил в это видео? Был супербол, был супербол, был супербол. И мне нужен был кокос для чего? Во-первых, он выглядит как американский мяч. Я думал, что я выиграю грин-карту, если я доберусь своими ногами до острова и заберу там... То есть у тебя был такой трип, что ты представил всю эту картину, что ты есть на Джете, что первый ступивший ногой на остров, значит, кокос в багажник, ты вот это себе представлял, да? Да, ты представляешь? Мы себе голову просто сломали. Диджей Мэг записал обзор большой, в котором пытался расшифровать секретный смысл этой истории. Слушай, ну... Знаешь, оно что было, то было. Было и было. Главное, тебе спасибо еще раз хочу сказать за то, что ты откликнулся. И, несмотря ни на что, как к родному младшему брату отнесся с уважением и предложил руку помощи. И я это никогда не забуду. Мне это реально приятно осознавать, самое главное. Я это осознаю. Как бы, что бы ни говорил, кто... Ну, старый друг лучше новых двух. Знаешь? И сегодня, недели так, как ты сказал, не сегодня ли это... Вернее, сегодня это будет сказано точно. Я это сказал. Это охуенный ставчик. А что, кстати, подожди. Ладно. Друзья, я на самом деле извиняюсь за маты, но... Слушайте, мы взрослые люди. И у детей Инстаграма, я думаю, что нету. У меня многие говорят, что дети Инстаграм не должны смотреть. Как-никак. Ну, я так считаю. Как минимум, там у детей не должно быть прямых эфиров с взрослыми дядьками ночью смотреть нас с тобой. По поводу... Я хотел спросить тебя, знаешь, в чем? Трек, кстати, мне понравился. Мне понравилось, что ты на испанском там уже даешь такую ритму латино. Прикольно. Расскажи, расскажи, как дела у тебя. Как с артистами сейчас, как лейбл, как в связи с коронавирусом. Видишь, как происходит, что сейчас никто не работает, гастролей нет. Как вообще артисты сейчас выживают? Слушай, я считаю, что гастроли у нас будут не скоро. Многие артисты публикуют, что вот уже бог даст с июня большие плотные концертные графики. Но это иллюзия и заблуждение. Потому что иллюзия. Иллюзия. Даже сентябрь, октябрь, ноябрь. Минимум, да. Поэтому все, что сейчас для артиста важно, это, наверное, стрима и тот контент, который ты пишешь. Но это хрен с ним. Это хрен с ним. Мы все рады, что ты в себя пришел. Но ты сейчас похож вроде на адекватного человека. Но ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Это клиника, это лечение, это... 90 капельниц я сделал только за 3 недели. 90 капельниц. И я никому не советую попадать в такие трипы. И, ну, понятно, там, утопия говорить, что наркотики – это вред. Это факт. Это факт. И кроме смерти, и кроме дна, ничего нет в наркотиках. Никаких. Никаких. Это факт. Да, я просто, видишь, как наш общедруг Андрей Закурский, брат наш, он сказал, видишь, Джига, у тебя просто сила генетика, как у быка. Я просто не сразу срубила. А многие люди уходят навсегда туда. Уходят, и вот все. Кукушка тут. Давай, до свидания. Это факт. И я рад видеть тебя в трезвом уме и здравии. Я очень надеюсь, что ты туда больше никогда не вернешься, потому что... Нет. Там дороги нет никакой... То, что можно по дороге потерять, это никогда не установишь. Да. Это факт. Как дома? Как дома? Как семья? Слава Богу. Слава Богу, все нормально. Родные тоже переживали, но... Ты знаешь, у меня четверо детей, прекрасная жена, и... Как не она, кто мне руку помощи, конечно же, тоже... Кто меня и спас, как не моя жена. Моя жена меня спасла. Джига, если бы не Ксюха, Джига, ты сам все знаешь. Кто был бы, да, давай до свидания. Именно. Слушай, как у тебя с бургерами? Как с бургерами дела? Слушай, бургеры нормально дышат на доставке. Мы как-то более или менее... По сравнению с другими, которые обанкротились, закрылись, или тянут какие-то страшные издержки, мы как-то более-менее на доставке идем хорошо. Я не знаю, ты пробовал, не пробовал. Я клянусь тебе, не попробовал ни разу, но я с удовольствием поеду и попробовал бургер твой. Джига, мы тебе мало того, что отправим посылку, чтобы дети попробовали, чтобы жена попробовала. Мы еще сделаем тебе специальную упаковку, которая будет называться «Офигенный хавчик». Я не хочу в эфире. Ну давай, офигенный... Нет, на самом деле, на самом деле, почему? У меня же трек есть, мой ДНК. У меня там две версии. Радио-версия «Офигенно». Нам так офигенно, офигенно. А это может быть «Офигенный хавчик». И все будут понимать, что это... Джига, я тебе мало того, что отправлю комплект «Офигенный хавчик». Вот, мне тут уже пишут, сделайте трек «Офигенный хавчик». Ну, посмотрим. Давай сделаем трек. Давай сделаем трек, серьезно. Джига, скажи мне, ты карантин отсидел или не отсидел? Я отсидел, конечно. Я уже давно отсидел, видишь? Ты тесты сдавал? Тесты нет, еще не сдавал. Вот, Джига, давай в срочном порядке. Тесты сейчас есть. Они единственные не сертифицированные. У нашего... Кстати, у нашего брата Андрюхи Ширмана есть китайские тестеры, которые показывают... Он мне один раз прислал. Которые показывают сразу наличие антител, которые показывают вирус. Антитела, да. Отлично, отлично. В принципе, вы не сказать, что так далеко живете. Я наберу ему, брат. Возьми тест. Бомбани тест. Присылай мне тест. Приезжай на студию. Я думаю, что-нибудь сообразим, Джига. От души, брат. От души, брат. Ну, это все... Да, это все да. Я хотел сказать, что время прошло. Я на тебя не держу никаких обид. Хотя, ну, я много тебя троллил. Я много над тобой прикалывался. У меня была обида, я тебе скажу честно. Я не буду лукавить. У меня была обида на тебя. Ну, это все при встрече. У меня была обида на тебя. У меня были эмоции, которые я держал внутри. Но время прошло. Я не могу на тебя обижаться, честно. Как бы ни было, как бы у нас не произошло, не все знают внутренние наши моменты и ситуации. Я на тебя тоже никогда не обижался. Я это честно. У меня была обида, конечно. Я тебя немножко стебал, я тебя троллил. Я надеюсь, что ты не так близко и серьезно это принимал к сердцу. Я тебе скажу так, честно. Ты не поверишь. Я обожаю. У меня друг мой есть такой. Его зовут Темный. Темный друг у меня есть, Кила Слим. Да, это мой брат младший. Это твой брат младший. И знаешь, я тебе говорю, это один из немногих людей, с которыми я готов проводить время часами и делать разные вещи. Ну, в хорошем смысле. Это реально мой кореш. Реально мой кореш, да. Несмотря ни на что, мы всегда... Он всегда переживал, когда он попадал в кадр, где-то моих эфиров. И, блядь, меня Тим сейчас раздолбает. Но мы так от души все эти годы с ним дружили. И у меня такое ощущение, что это ты был. Понял? Потому что все равно, смотря на него, я вижу Тимана, я вижу тебя. Я вижу одну кровь, одну... One blood, one blood, one love, бро. Peace, честно. Всегда peace. И, ну, что бы там ни происходило, я никогда плохого тебе, и ты мне плохого конкретно зла никогда не желали. Не то, что там делали, даже не желали. Вот, поэтому... У меня, нет, я честно скажу, у меня была обида, но время прошло, как бы не может быть никакой обиды. И что очень важно, важный какой момент. Ну, я немножко офигел, если ты видел, я премьеру прерывал, когда увидел твой комментарий. Это круто, что ты подключил. Это реально круто. Это неожиданно, можно сказать. Это, наверное, один из самых неожиданных эфиров. И что мне нравится, вот нас сейчас смотрят, я не знаю сколько, 50 тысяч или там, ну, практически около полтинника. Очень круто, что тебя видят трезвым, спокойным, адекватным, дома, без кипиша, без ананасов, без петушков. Хотя, хотя, я тебе скажу... PlayStation есть. PlayStation. Джига, я тебе так скажу. Твой наркотический трип реально подарил всем нам на карантине. Че лукавить, че лукавить. Подарил всем нам. Ну, не то, что... Тебе он, естественно, подарил и успех, и кучу подписчиков. Ну, разной ценой. Я тебе уже как бы об этом писал в комментарии. Но он подарил нам такой незабываемый трип и интертеймент реально в натуре. Твою программу, твой сериал, твой личный Netflix. Его смотрели миллионы людей. Ты понимаешь? Миллионы людей жили, жили с бритыми бровями. Миллионы людей жили с бритой бородой. Потери рассудка. Ты дал такой интертеймент в стране, знаешь, ну, это... А я тебе больше скажу. Я тебе больше скажу. Извини, я тебя перебью. Я тебе больше скажу. Я реально думал, что меня снимает Netflix. То есть в Америке, когда я был... Я тебе говорю, каждый меня снимал на телефон. Каждый американец в Майами меня снимал на телефон. Я даже прыгал с парома к Эрику на Фишер Айленд, потому что я уже запаранойл так, что я прыгнул с парома в воду и добрался до этого острова босиком. Я на Фишер Айленд тоже прыгал босиком. Смотрите, я босиком. Давайте мне грин карту. Я видел... Джига, ты у себя... Ты у себя в эфирах и был и Жан-Клодом Ван Дамма, и Арнольдом Шварценеггером. Ты и ходил по воде, Джига. Что ты там только реально не сделал? И я тебе могу сказать, что вот это время, золотое время, дало огромное количество крылатых цитат, которые до сих пор гуляют. Это до сих пор все бурлит. Это можно со смехом вспоминать, но эта история, как бы, она останется историей. Я сегодня разговаривал с Пашу, с нашим, в общем, товарищем, коллегой. И он сказал, говорит, представляешь, вот я сам мечтаю... Я, естественно, бросил курить, ты понимаешь? Я всем... Я надеюсь. Да, я бросил курить, и... Ну, и все. Все это в прошлом. И я реально говорю, что это не иллюзия марихуана. Она ее... Ну, ее кому-то можно курить, а кому-то нельзя курить. Вот в Колорадо или в Калифорнии Снук-Догу можно курить. А Джиги или там кому-то... Ну, нельзя. Ну, не растут тут пальмы в Москве. Не растет это здесь. Я это понимаю сейчас. Джига, я тебе все это... Я тебе все это говорил лет 10 назад. Ну, да. Да нет, там, косячок туда, косячок сюда. Да это все ерунда. Кому-то да, наверное, кому-то нет. Я рад, что этого нет в твоей жизни, как нет алкоголя и всего остального. Это супер. Вот пишет Тима, жду трек про хавчик. А и Майк пишет, что ему можно. Майк пишет, что ему как бы можно. Ну, вопросов нет. Ну, ладно. Вопросов нету, да? Да, да. Вопросов как бы нету. Майк передай привет. У тебя какие-то эфиры еще, какие-то часовые там... Ты часто выходишь в эфир? Слушай, я последний раз с Настюхой Ивлеевой как зажег, как полыхнул, так, в принципе, в эфир не выходил. Поэтому этот эфир был не запланированный. Просто люди постоянно пишут про песню с испанским припевом. И вот, считай, двойной эфир, ну, это просто бомба. Джига, я рад, что столько людей смотрят и видят тебя нормальным. Это не может не радовать. Ну, главное, чтобы я теперь всех порадовал своим творчеством. Я хочу сейчас делать новые треки Level Up и Next Life, так и говорится. Вот Андрюха Закусник к нам присоединился. Шалом, шалом. Шалом, шалом, Ахи. Базл Том. Джига, давай материал. Давай хороший материал. Спасибо тебе большое, Тим. Спасибо тебе еще раз большое за поддержку, за понимание, за терпение. И ты, братан, ты наш брат и мой брат. Ребята, всем пока. С вами был Джига. Переключайтесь. Джига, Джига, Джига. Еще один вопрос. Он всех, он всех интересует. Он всех волнует. Вот мне пишет, пишет, пишет. Ну, как там, как там Оксана? Как Ксюха там поживает? Как она? Да нормально все, все хорошо. Ну, супер. Ей от всех нас, большой привет. Андрюхе, Ширману, Звякни, возьми у нее тестер. Приезжай на студию, прямо на днях мы с тобой закрутим, замутим. Респект, респект. Легко. Хорошо, что спустя сколько, 5 или 6 лет, вот так вот. Я же сейчас в студии. Джига, я тебя прошу, только не заводи шарманку. Джига, только не возвращайся. Только не заводи. Только не заводи шарманку. Все, Джига, мы будем на связи. Я рад, что все увидели тебя в нормальном духе, в бодром. Давай, оставайся. Джигу, да, так просто не сбить. Не осилить, да. Джига шлет тебя на английском. Русском или идиш. Идиш. Джига шлет тебя на идиш. Давай, братан, поправляйся. Поправляйся, приходи в себя и жду тебя на студии. Обнял. Давай, брат. Обнял. Давай. Давай. Вот это да. Друзья, что скажете? Пора за хавчиком. Ну что? Джига, тебе еще раз спасибо за офигенный эфир. С меня бокс, который называется Офигенный хавчик от Black Star Burger. Я пришлю тебе домой и, возможно, даже такой запущу. А также, жду тебя, братан, на студии. А мы еще раз поставим, дабы подкрепить премьеру, потому что премьера была сорвана. Премьера была сорвана появлением Джиги. И я не мог проигнорировать факт. И мы шесть лет с ним не общались. Вот так вот получается, да. Карантин объединяет. Еще раз вам ставлю трек. И до скорых встреч. Я думаю, что на следующей неделе я вам сделаю премьеру видео на эту переговору. Спасибо. 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 Спасибо.